Ну, что касается оценки требований в профессиональном качестве государственных и муниципальных служащих, надо сказать, что буквально, наверное, с этого года кадровым службам и конкурсным комиссиям, которые организуются при государственных органах, при муниципальных органах, будет гораздо легче. В Министерстве труда и социальной защиты населения Российской Федерации установлена, разработана методика комплексной оценки профессиональной деятельности государственных гражданских служащих. Естественно, после опыта внедрения это на государственной службе, это будет перенесено и будет, соответственно, я думаю, параллельно живяться и в органах местного самоуправления. Если раньше мы видим при выступлении в форум-корс при включении в кадровый резерв, вы знаете, в общем-то, у нас основные требования — это соответствие квалификационного требования, да, по опыту работы, по стаживанию цепальной службы, по опыту работы и по профильному образованию в тот резерв, в полное управление резерва, в который, допустим, вы включаетесь. На сегодняшний день вот эта методика, комплексная оценка, которая уже утверждена и которой с 2017 года мы, допустим, в исполнительных органах государственной власти уже планируем, скажем, внедрять вот эту комплексную оценку, она в соответствии с этой методикой, она будет учитываться и при проведении конкурсов, при отборе кандидатов в кадровый резерв, при проведении аттестации, при проведении квалификационного экзамена, то есть при всех тех технике и технологии, которые у нас применяются при оценке деятельности государственного служащего, вот эта система комплексной оценки будет учитываться. И, соответственно, я думаю, что она напрямую касается и вас, как будущих претендентов на муниципальную службу или, может быть, даже на государственную службу. Система комплексной оценки, она включает вот три, по трём видам, три оценки выделяются в этой методике. Это оценка квалификации государственного гражданского служащего, это оценка профессиональных качеств и оценка эффективности и результативности профессиональной деятельности государственного гражданского служащего. Ну, с точки зрения темы, которые сегодня установлены, я думаю, нас интересует и второй момент, как раз таки, оценка профессиональных качеств. Я пройдусь коротко по всем трём критериям, которые будут оцениваться. Если, скажем, и вся эта работа, конечно, будет в основном вложиться на кадровые службы, если, скажем, по первому элементу, оценка квалификации гражданского служащего, то тут проблемы, которые у нас установлены, вы знаете, нормативными актами, то по оценке профессиональных качеств гражданского служащего и оценка эффективности деятельности гражданского служащего предстоит кадровым службам исполнительных органов и кадровым службам, наверное, муниципальным, органам местного самоуправления, конечно, провести большую работу. Почему? Потому что будут создаваться, так скажем, паспорта на должности гражданской службы, соответственно, и должности муниципальной службы. Должность, эти профессиональные паспорта, профессиональные модели, они будут создаваться на группу должностей и отдельно на каждую должность, которая есть в реестре государственной службы или в реестре должностей муниципальной службы. Даже потому, что, вот я вам говорю, вы можете сделать о том, что работа, конечно, предстоит очень большая и очень ответственная. Что относится к профессиональному качеству? Профессиональные качества государственного служащего требования тоже три группы. Выделяем, значит, ну, как сегодня говорят, компетенции, вот такое слово появилось, и выделяем вот эти три группы, скажем так, компетенций. Это общие профессиональные компетенции, это прикладные профессиональные компетенции и управленческие профессиональные компетенции. И помимо этого, по совокупности вот этих трех компетенций, названных много, будут еще и характеризоваться, выделяться, вернее, и некоторым образом оцениваться тоже. Это личностные характеристики гражданского служащего и, соответственно, муниципального служащего. Общие профессиональные качества, какие требования предъявляются к общим профессиональным качествам. Вне зависимости, то есть общие профессиональные качества, вы понимаете, что это те требования, которые предъявляются вне зависимости от того, вне зависимости, скажем, от замещаемой должности. К ним относятся, ну, вообще-то, нового такого, ничего нет, сверхординарного. Это все то, что мы слышали, это все то, что сегодня в средствах массовой информации и, скажем, в практическом энергетике, в бизнесе и так далее, это достаточно уже внедренные такие практики, активно они так анализируются, обсуждаются. И те вот, по той методике, которая предложена нам, это лучшие практики, которые пришли из бизнеса. И в первую очередь, значит, три основных таких качества. Предлагается целый паспорт качеств, но выделяем три. Это ориентационный результат, это укрепление авторитетных государственных гражданских служащих, и третье профессиональное качество, это межличностное понимание и стиль общения. На сегодняшний день по выступлениям, даже, скажем, первых лиц нашего государства, уже на протяжении, скажем, нескольких, вернее, не на протяжении нескольких, а на протяжении постоянной, в общем-то, германентная проблема, которая принимается, это проблема кадра. Вы помните, на заре советской власти говорили о том, что кадра решает все, и лозунг кадра решает все, он остается актуальным и в России. С чем сталкивается, допустим, я как работник комитета государственной службы, то есть мы работаем в первую очередь с исполнительными органами государственных властей, работать приходится со всеми, поскольку у нас все-таки общая такая общая управленческая практика, общая управленческая ориентация, естественно, нам приходится работать со всеми, без исключения отраслевыми министерствами, вне зависимости от их направленности. Приходится работать с разными уровнями должностей, скажем, государственной службы, начиная от обеспечивающих специалистов и заканчивая руководителями. Что хочется отметить по этим трем профессиональным, скажем, качествам, которые выделены. Хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, на такой момент, как укрепление авторитета гражданских служащих. Вот я могу, в общем-то, по практике своей работы, с чем сталкиваюсь, с тем, что наши служащие, являясь абсолютно, скажем, без тени сомнений в том, что являясь узкими, хорошими специалистами по своему профилю, очень часто являются достаточно слабыми, скажем, с точки зрения подготовленности, как чиновники. Документы, оформление документов, написание, понимание сути проблемы, о том, какая задача ставится, какое, что нужно сделать, чего нужно достигнуть. В тех бумагах, которые приходят к нам на работу, приходится очень часто сомневаться в том, что вот понимает ли человек, который писал ответ на наш запрос, ну, о чем он пишет. Вполне резонно могут мне возразить, что и запросы поступают непонятные, что не знаешь, что на них, как на них отвечать. Но, тем не менее, вот, и есть такое. А почему я говорю об этом? Потому что из того, что мы с вами говорим, из того, что мы с вами пишем, это в конечном счете получаются отчеты, доклады, это выступления наших руководителей в средствах массовой информации. И, в конце концов, это вот как раз вот авторитет государственной службы, авторитет институтов государственной власти и органов местного самоуправления, по которым наше население судит о власти. И даже рассматривая вот публикации, которые у нас размещаются в комментариях особенно, мы с вами чаще всего увидим, конечно, нелицеприятные характеристики в адрес чиновника. А это ведь вкладывается вот как раз таки из тех мелочей, о которых я вам только что сказала. Общие профессиональные качества, я уже сказала, будут формироваться, они включаются в модель профессиональных качеств для всех должностей или групп должностей гражданской службы. Прикладные профессиональные качества, что они в себя включают? Они в себя включают те качества, которые обязательны для всех гражданских служащих за исключением руководителей и заместителей руководителей государственных органов. и необходимы для эффективного исполнения должностных обязанностей. Что относится к прикладным профессиональным качествам? К прикладным профессиональным качествам относятся несколько, вернее их много, но обратим внимание с точки зрения работы наиболее важной. Это, во-первых, сбор и анализ информации, затем, то, о чем я уже сказала, качественная подготовка документов. Творческий подход, инновационность, затем убедительность коммуникации, работа в команде, профессиональное саморазвитие, передача опыта и знаний. Вот это те требования, которые в обязательном порядке, прикладные профессиональные качества, которые будут в паспорте или в профессиональной модели к должности, к любой должности гражданской службы или к любой группе должностей. То есть вот это то, что будет предъявляться, по которым вы как члены кадрового резерва, как участники кадрового резерва органов местного самоуправления. То есть вот это то, те требования, с которыми вам придется столкнуться при поступлении на работу. Потому что мы с вами знаем испытания, и вот по рекомендации вот этой методики, по рекомендации, которые указаны в методике, результаты вот этой комплексной оценки, они в обязательном порядке как раз должны учитываться при испытании, при аттестации, как я уже сказала, при проведении квалификационного экзамена и при проведении, значит, любых различных конкурсных мероприятий. Но тут я уже остановилась на том, что качественная подготовка документов у нас страдает, приходится с этим сталкиваться. Ну что касается, вот прописаны, конечно, достаточно хорошие требования, но с учетом того, что, скажем, государственные службы, в том числе и муниципальные службы, если мы будем рассматривать, это с точки зрения видов структур, это жесткие структуры, это не гибкие структуры, это достаточно четко регламентированные, что называется, шаг влево, шаг вправо по круглобегству. И поэтому в этом плане применение вот этих требований будет, конечно, проделана работа по поводу того, чтобы вот эти требования, которые установлены методикой этой комплексной оценки, они могли быть применимы. Не только применимы, они могли быть оцениваемы. Потому что просто так сказать, каким образом оценить, что человек умеет собирать и анализировать информацию, это должны быть какие-то реальные показатели, по которым это нужно оценить. По всем требованиям которых, качественная подготовка, то есть по всем этим качествам, которые я назвала, будут восстановлены критерии. Критерии восстанавливаются, там тоже есть ряд шкал, я углубляться не буду, поскольку это, собственно говоря, вам не нужно. Например, это оценка будет от одного до трех. То есть паспорт и все прочее, и система оценивания критерий, эти выделенные. Большое значение в этой преподавательных профессиональных качествах, как отмечают ученые, значение имеет умение работать в команде, умение работать в команде, и, во-вторых, саморазвитие. На сегодняшний день по практике и в органах местного самоуправления, и в органах государственной власти, мы с вами все являемся, значит, пишем план, индивидуальный план развития, и вы, как резервисты, тоже, наверное, с вас требуют. План саморазвития. Ну, с чем сталкиваться, приходится сталкиваться на практике? Вы знаете, саморазвитием занимаются очень немногие. Что такое саморазвитие в плане, в предполагном плане, в отношении государственной и муниципальной службы? Во-первых, я считаю, это моя точка зрения не только, как, скажем, госслужащего, но и как преподавателя. Я бы хотела обратить внимание, что незнание, чем это решать? Это незнание основ, вернее, даже не только основ, незнание текущих политических, экономических, социальных и социокультурных событий, которые происходят в стране. Это первое. Это уже, скажем, замечание к общему прогнозору, которое показывают, скажем, претенденты на государственную службу. Я думаю, что и муниципальная служба тоже с этим сталкивается. Во-вторых, когда идут на конкурс, очень плохо многие представляют, что такое система государственной власти. Путаются в уровнях власти, путаются в видах власти, не знают, что такое территориальные органы власти, не знают, что такое региональные органы власти. Вот это, к сожалению, это же ведь тоже вопросы не только специальные, это вопросы, скажем, общего развития, которые должны знать и непосредственно уже занимающие, замещающие должности государственной муниципальной службы, но и те, кто претендует на замещение, скажем, вакантных должностей государственной муниципальной службы. Во-вторых, работа в команде. На сегодняшний день практика последних лет, это не практика, а историческое развитие, скажем, событий, которые у нас... Историческое развитие. Путь наш поменялся несколько. Если мы раньше, скажем, люди, которые постарше, нас воспитывали в командном духе, то сегодня, когда молодые люди приходят на службу, к сожалению, надо тоже работать в команде. Подчинять личные интересы общественным интересам достаточно немногие умеют. Большую часть, я вам сказала, ведут индивидуалисты. С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, ну, каждое явление, каждое событие имеет свои плюсы, свои минусы, и поэтому нужно, конечно, это каждый раз оценивать, ну, уже ситуативно на месте. Но, тем не менее, даже то, что выделяется в профессиональные требования, умение работать в команде, я думаю, это говорит о том, что это проблема, которая выделяется, поскольку она вынесена вот в такое, как, вынесена как всеобщий критерий для прикладных, для профессиональных качеств. Пусть даже в этом плане и прикладных профессиональных качеств. Третья группа профессиональных качеств — это управленческие, управленческие профессиональные качества. Управленческие и профессиональные качества, они, конечно, приоритетны для тех государственных служащих, которые имеют в линейном или функциональном подчинении. Если относятся к резервисту, который стоит в резерве по категории руководителя, это наличие управленческих качеств. Обязательно для тех специалистов, которые стоят в резерве на группу должностей, как этим были специалисты, управленческие качества не выделяются, по крайней мере, по методике. Хотя, если рассматривать с точки зрения управления государственной и муниципальной службы, это есть институты управляющие, которые так или иначе воздействуют на общество, естественно, на рабочие средства необходимы и нужны и всем. К управленческим и профессиональным качествам что относятся? Это планирование деятельности и ресурсов, постановка задач и организация деятельности, контроль и оценка исполнения, мотивация развития подчиненных, принятие управленческих решений, стратегическое видение, управление изменением, публичные выступления и внешние коммуникации. Но тут тоже по тем выделенным качествам, которые я вам сейчас обозначила, вы видите, что это наиболее проблемные, больные вопросы для нашего общества, которые, наверное, даже через выделение этих и поставок у них в главный глав, выделение, которое мы будем с вами себя оценивать, значит, это говорит о том, что это те проблемы, которые необходимо решать. Сейчас вы знаете, что новое, скажем, государственное управление, это переход на проектное управление. Вот сейчас вышло на распоряжение правительства Российской Федерации о внедрении проектного управления органов федеральной власти. Сейчас это у нас активно внедряется, будут внедряться деспублики, будут задействованы и органы местного управления. А что такое проектное управление? Проектное управление, это в первую очередь управление по результатам. То есть то, о чем говорится во всех, что мы с вами принимаем какие-то большие глобальные планы, ставим цели, которые недостижимы. И вот цель проектного управления заключается в том, что будут приниматься в программу только те проекты, которые будут иметь результат. Ну, недостижение вы видите последнее печальное событие на сессии Народного Урала, когда он был принят отчет по исполнению программы социально-экономического развития республики за 2011-2015 годы. Это как раз вот там шла каждый раз, как цель она выступала, это переоценка целей, подгонка целей, индикаторов, вернее, под факты и так далее. Получилось, что то, что мы ставили, допустим, как в 2020 году каждый россиянин будет жить в отдельно взятой квартире, на сегодняшний день мы с вами видим, что таких целей и задач, и, соответственно, если мы будем примерно вот это экспонировать на то, что я сказала по отношению к нашей с вами деятельности, каждого отдельно взятого государственного или муниципального служащего, это, конечно, цели должны быть, они должны быть реальны, то, за что потом можно отчитаться. Большое значение вот требуемое, вот эта реальность, о которой я вам сказала, профессиональные качества, профессиональные качества, прикладные и управленческие качества, развитие всего этого, большое значение придается мотивации персонала, мотивации персонала и развитие инициативы. Предусмотрена целая программа, каким образом будут мотивировать, но в первую очередь в условиях, в наших условиях, в условиях нашей жесткой экономической действительности, вы, конечно, понимаете, что мотивация в первую очередь, ну, для молодых государственных служащих, молодых служащих, независимо от того, в области муниципального служащего, я бы не имею, имеет фактор перспективы карьерного роста, как молодые говорят мужам, несколько лет в тянув пояса, если будем знать, что года через 3-4 нам будет обеспечен карьерный рост. Если этого не будет, если этой перспективы не предвидится, то мотиватором основным у нас тогда начинают выступать финансы, потому что деньги, как бы они презрительно мы к ним не относились, но тем не менее они играют очень большую роль в нашей с вами жизни. И вот сейчас принят уже документ развития гражданской службы, государственной гражданской службы, там тоже на период до определенного года, и там тоже одним из направлений как раз является мотивирующая составная, мотиватор, как мотивировать на качество, на хорошую работу, на хорошую и на качественную работу, чтобы были, так скажем, ответственные исполнители, ответственные гражданские и муниципальные служащие. Но что касается стратегического ведения, тут это учеба, большое значение будет, большое внимание будет уделяться внутрикорпоративному обучению, то, чего, допустим, у нас практические в системе исполнительных органов государственной области, я думаю, в органах местного самоуправления, наверное, тоже нет внутрикорпоративного обучения. Хотя, допустим, если посмотреть и западную практику, и посмотреть европейскую, американскую практику, если посмотреть даже, допустим, ту же японскую практику, как вы знаете, Япония именно ослабится как раз внутрикорпоративным обучением. Как японцы говорят, не надо нам выше вашего высшего образования, главное, чтобы вы были обучаемы. И в этом плане, ну, у нас, конечно, такого не будет, поскольку у нас законодательство немножко другое, но, тем не менее, вот изменения законодательства, они происходят настолько быстро, следа, внешние и внутренние следа, они меняются настолько быстро, что вот без этих корпоративных обучений, и в том числе, вот, как я уже говорила в начале, без саморазвития, естественно, такого полноценного, ответственного гражданского служащего и муниципального служащего получиться не может. И вот в стратегическом увидении, как раз таки, и стратегическое видение, это ведь опыт, опыт и знание, на основе которых потом мы с вами можем говорить о формировании какого-то стратегического видения. Сначала, когда мы с вами приходим после, скажем, молодые специалисты, после института, или даже мы сидим в кадровом резерве и освободилась вакансии, и мы стали с вами служащими того или иного уровня, скажем, те картины, которые мы с вами рисовали до того, как сталкивались с практикой работы, и картины, которые складываются на практике работы, при стоплановении с практикой, значит, они существенным образом меняются. И поэтому говорить о стратегическом видении, это, конечно, результаты практики и учебы. Практики и учебы. Что касается контроля и оценки исполнения, сейчас одно из основных управлений государственного управления это прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Вы знаете о том, что практически все, не практически все, а все нормативные документы, все нормативные акты, они в описательном порядке проходят публичное, скажем, освещение, заключение должны быть и так далее, и так далее. Единственное, что на практике, таким образом, мы постоянно размещаем информацию о том, что принимается такой-то акт, и, пожалуйста, граждане, обратите на это внимание. Здесь, в этом плане, со стороны общества, конечно, подвижек гораздо меньше, чем хотелось бы, но тут речь идет о контроле. О контроле. Контроль, оценка, входная и выходная оценка на каждом этапе принятия управленческого решения, они являются основными составляющими при реализации тех или иных идей, как в структурном подразделении, так и в листном. Будем идти, ну, выше, допустим, по уровню. По уровню. Это три составные профессиональные модели государственного служащего. В будущем это три составные модели и муниципального служащего. И вот это те требования, по которым будет оцениваться, в том числе и претендент, на государственную либо муниципальную службу. Вот это основное. Если есть вопросы... Продолжение следует... Продолжение следует...